Уважаемые коллеги, поздравляю вас с днём рождения легендарной Советской Красной Армии, днём защитника Отечества. Для любого патриота и честного гражданина армия была и остаётся главным храмом страны, самой мужественной и жертвенной частью нашего народа. Если посмотреть на нашу историю, то именно армия во многом решала её судьбу. Из каждых 10 лет нашей истории примерно 700 лет пришлось провести в боях и походах, отстаивая нашу независимость. Но во многом судьбу страны решала Россия молодая. Если взять Александра Невского, который научил ливонцев уважать русскую правду, он победил, когда ему всего было 22 года. Дмитрий Донской стоял и молился над Кручей в Коломне, готовясь к Великой Куликовской битве, где родилась централизованная российская государственность. Ему не было тогда и 30 лет. Иван Грозный венчался на царство 16 лет, но за 10 лет, по сути дела, прорубил дорогу по Волге на юг до Персии и открыл ворота для освоения Сибири. Пётр Великий, победив Полтаве, принял табель о рангах. Обратите внимание, это был первый документ по кадровому продвижению наиболее талантливых. На первом месте были военные, потом статские, лишь потом придворные. Из 14 чинов военных, даже последний чин прапорщик за службу державе 25 лет имел право на потомственное дворянство. Но в истории были и другие времена, сегодня, на мой взгляд, уместно об этом вспомнить. Ровно 100 лет назад, 18 февраля, на Путиловском заводе восстали рабочие. На троих была всё одна койка, пахали с утра до ночи в нечеловеческих условиях. Господа отказались выполнять их требования. Через три дня сбунтовались голодные женщины на Невском. Санкт-Петербургский политмейстер отказался их расстреливать, заявив, что с бабами бывать не будет, практически всё сгнило. Ещё через два дня восстал весь рабочий Петроград. Царь решил спрятаться за военными штыками, придя к высшим генералам, которые клялись Богу Царю Отечеству. Одиннадцать из тринадцати сказали, отрекайтесь, не справляйтесь и не умеете управлять империей. За восемь дней российская одрехлевшая империя рухнула. И тогда фашисты, немцы полезли снова на Петроград. И в этих условиях родилась легендарная Красная Армия. С нуля пять миллионов разгромили фактически всю Антанту. 80 с лишним тысяч царских офицеров вошли в Красную Армию, защищая подлинно единую и неделимую. Весь генштаб военно-морского флота, 600 человек, все аристократы, ни одного рабочего крестьянина, в полном составе пришли служить советской власти. Восторожствовал то, что хранило нас веками, державная устойчивость и государственность. У нас никогда собственность не была важнее государства. Но когда в 1991 году собственность поставили выше государства и безопасности, тогда все и посыпалось. Мы сегодня должны прекрасно понимать, что мы наследники великих традиций. И в этой связи крайне важно, понимая это, готовить соответствующим образом молодежь. Но мы не сможем ее подготовить, если не скажем правду о двух погромах армии, Ельцинском и Сердюковском. Это было настолько унизительно и страшно, что мы сегодня задним числом расплачиваемся за это невиданное предательство. Я три года служил в группе советских войск Германии в специальной разведке по борьбе с самыми современными видами оружия. И хочу вам сказать, с нами, через дорогу здоровались немцы, потому что это была армия-победительница. Сегодня Бундесвер уже окопался в Прибалтике и находится в нескольких километрах, в 130 километрах от северной столицы. Сегодня нацисты-бандеровцы захватили власть Киеве и расстреливают многострадальный Донбасс, который был гордостью великой советской страны. В одной Донецкой области было пять лучших металлургических заводов. А сейчас мы размышляем, признавать или не признавать, хотя нас прикрыли от этой сволочи, которая насильно захватила власть и насилует, по сути дела, прекрасную Украину. Мы обязаны понять, что нас не взяли ни Баты, ни Наполеоны, ни Гитлеры. Нас разгромили прежде всего русофобией и антисоветизмом. Если мы это не осознаем, мы повторим ту трагическую страницу. Я хочу напомнить вам, что нас на этих огромных просторах от Балтики и Черного моря до Тихого океана осталось 2% населения планеты, но мы владеем 15% суши и 30% стратегических ресурсов. Нам никогда не дадут ни мира, ни покоя. Если мы будем слабые, нас разорут по хлещам Югославию, Ливии и Ураг вместе взятых. В этой связи надо помнить, что русофобы не спят, и они продолжают свою антирусскую, антисоветскую политику, что категорически недопустимо в условиях, когда нас накладывают санкции и обложили со всех сторон. Мне не хотелось это цитировать, но я вынужден это сделать, потому что это расползается от Ельцин-центра как просто проказа, как раковая опухоль, которая может снова парализовать патриотический организм. Цитирую, не знаю, насколько достоверно, но ни один из них не проверг. Дмитрий Быков. Российское население неэффективно. Надо дать ему возможность спокойно спиться или вымереть от старости, пичкая соответствующими зрелищами. Господин Чубайс, когда я вижу в книгах Достоевского, мы, что русский народ народ особый, мне хочется порвать его на куски. Госпожа Собчак, Россия стала страной кинетического требия, я бы вообще запретила эту страну. Господин Кох, бывший экс-министр, русский мужчина деградировал и превратился в малоинтересный отброс цивилизации. Но дальше нет смысла цитировать, это хуже, чем нацизм. Тем более в нынешних условиях. Абсолютно. И тем не менее это расползается и никак не осурдается. Я как-то выступая в американских университетах, спросил, почему у вас такой жесткий закон относительно территориальной целостности. Там, если ты вышел и сказал, что надо отдать России Аляску, они с нами до сих пор за нее не рассчитали, у вас опишут имущество и завтра вам дадут 20 лет с тюрьмы. Они мне открыто сказали, Манхэттен принадлежал голландцам, Флориды испанцам, два штата Техас и Калифорния, мексиканцам. Если мы разрешим, завтра все расползется. И в этом отношении, на мой взгляд, поступают правильно, ставя вопрос национальной безопасности превыше всего. А для нас это вопрос исторического выживания, поэтому мы обязаны все сделать, защищая свою безопасность. Но для этого нужны не просто меры. Я горжусь, что наша фракция и партия, когда пришел Примаков, Масляков и Герасченко, все сделала для восстановления военно-промышленного комплекса. Уже Тополь-М уничтожили, уже нельзя было собрать эту уникальную машину, а сегодня главному конструктору Соломонову присвоили звание Героя. Мы все сделали, чтобы вернуть на стопелями их 31-й. Это лучший истребитель, который прикрывал нам весь Север. 10 лет его не было на стопелях, сегодня создают новые машины. Но мы должны все сделать, чтобы и 41-й был профинансирован. У нас целая программа развития нашего комплекса, но она не может пресекаться в связи с тем, что якобы у нас слабый бюджет. У нас может бюджет быть 25 триллионов, если вы примете 4 закона, которые мы подготовили. Но нельзя пытаться залатать все дыры, обеспечить безопасность, когда бюджет 13 с небольшим, и все крутится вокруг нуля или 1%. Путин поставил правильную задачу выйти на мировые темпы 3%. Давайте и решать эту задачу. Но это наружен иной финансо-экономический подход. В противном случае не будет должной безопасности. Я полностью поддерживаю мнение президента, что нужна стране сплоченность. Святейшего Кирилла, который тут выступал, заявляя о том, что надо соединить Святую Русь с российской державностью и советской справедливостью. Но чтобы была сплоченность, надо добиться того, чтобы те, кто богатее, взяли на себя ответственность за безопасность и платили нормальные налоги. Они все крутятся и уклоняются. И последнее. Передайте своим руководителям. Если стране плохо и затягиваете пояса, некоторые говорят, чуть ли не 15% снова подоходный налог на всех, то главный должен вести порядок, при котором жрать три горла, закончат все окружение, выгонять деньги за рубеж будет не только постыдно, но и преступно. Тогда и будет безопасность, будет справедливость и будет сплоченность. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова